Программа выходит при поддержке сети магазинов Стройландия, ООО «Строй Сити Ритейл». Каждый человек желает, чтобы его жилище или офисное помещение выглядело стильно и комфортно. Мы все хотим подчеркнуть собственную индивидуальность и создать благоприятную атмосферу. О том, как это сделать с минимальными потерями и с максимальной отдачей, расскажем мы программу «Философия ремонта» и я, Павел Роженков. А еще докажем, что ремонт – это не просто технологический процесс, а целая философия. Сегодня в выпуске вы узнаете, какие акриловые краски выбрать для своего интерьера с точностью до миллиметра, как подготовить стены к покраске, идеальный тон, как правильно наносить краску на стены, чтобы получить желаемый цвет. На сегодняшний день покраска – один из самых популярных видов отделки стен и потолков. Долгие годы он был забыт, но сейчас появились новые технологии, новые красящие составы, да и внешний вид покрашенной стены и потолка совершенно изменился и стал необыкновенно моден. Правда, есть один нюанс – покраска требует особо тщательной подготовки к ремонтным работам, ведь краска не скроет ни трещинок, ни неровностей. Однако, когда рядом магазин «Стройландия», все эти дефекты можно быстро устранить. Здесь в широком ассортименте представлен весь необходимый товар, как для выравнивания, так и для покраски стен и потолков. На последнем предлагаю остановиться поподробнее. Вот, к примеру, перед нами большой стеллаж с лакокрасочными материалами. Я советую вам обратить внимание вот на эту группу красок под названием акриловые, так как они имеют ряд значительных преимуществ. Во-первых, акриловые краски универсальны. Они подходят как для внутренней, так и для внешней отделки помещений. Связано это с тем, что они практически не боятся солнца, воды и температурных колебаний. Подобно другим водно-дисперсионным краскам, акриловые могут разбавляться водой и после высыхания становятся устойчивы к воде. Многие считают акриловые краски дорогими. Напрасно. Акриловая краска быстро окупится благодаря своей стойкости и длительному сроку службы. И, наконец, третий большой плюс акриловых красок. Они экологически безопасны, так как не выделяют вредных веществ ни при нанесении, ни во время эксплуатации покрытия. Что же касается удобства в работе, здесь акриловые краски вне конкуренции. Они не текут, а случайные загрязнения на них легко удаляются влажной тряпкой. Да и инструмент после них очищается обычной водой со стиральным порошком. Лидером продаж в магазине «Стройландия» являются краски собственных торговых марок «Баупров» и «Хоумпров». Они уже несколько лет производятся на российских и европейских заводах по новейшим технологиям под контролем компании «Стройландия». Предлагаю на них остановиться подробнее. Краски марки «Баупров» – это матовые латексные краски для внутренних работ, которые разбавляются водой. Их можно наносить очень тонким слоем. При этом переживать за то, что потеряется яркость и насыщенность цветовой гаммы, не стоит. Кроме того, покраска на латексной основе является очень стойкой к влажному истиранию. То есть, ее можно применять даже в ванных комнатах. Покрытую ими поверхность можно сколько угодно мыть, стереть и надраивать очистителями. Кроме этого, акриловые краски характеризуются хорошей паропроницаемостью, благодаря чему под отделкой не образуется и не скапливается конденсат, способный спроводировать отслоение от стен. На что важно обращать внимание при выборе акриловых красок? При выборе акриловых красок следует обращать внимание на пигмент краски, в то время как у акриловых красок используются пигменты, которые используются и в живописи, и можно подобрать теплые оттенки, которые подойдут отличным интерьерам вашего дома. На сегодняшний день покрытия марки Баупров применяются не только для окрашивания оштукатуренных покрытий, но и для деревянных, бетонных и кирпичных стен, а также для обоев под покраску и стеклообоев. Среди марки Баупров представлены в широком ассортименте и эмали высокого качества. К примеру, известная многим ПФ-115. Окрашивать ее можно любые металлические и деревянные покрытия ДВП, ДСП. Также она хорошо подойдет для окраски мебели, дверей, оконных переплетов, батареи отопления и других элементов интерьера и экстерьера. Кстати, цветовая палитра эмали Баупров в отличие от краски разнообразна. Здесь вы найдете все цвета радуги, от голубого до шоколадно-коричневого. Еще одна популярная линейка – это водно-дисперсионная краска Хоумпров. Ее в магазине «Стройландия» встречается несколько разновидностей. Текстурное акриловое для стены потолков, латексное интерьерное, латексное водостойкое, латексное моющее, латексное фасадное. Все краски выпускаются в фасовке по 4, 7, 14 и 28 килограммов. В линейках Баупров и Хоумпров представлена только краска белого цвета. Поэтому не забудьте купить вот такой тюбик с колером, с помощью которого вы придадите своей краске желанный оттенок. Кстати, заколерованные краски очень долго не выцветают и сохраняют свою яркость даже под интенсивным воздействием солнечных лучей. Сейчас мы находимся в коттеджном поселке «Малинки», который построила компания «Регион строй керамика» на берегу реки Саратовка в Энгельсе. Помещения и стены здесь уже готовы к нанесению цвета. Но если вы собираетесь красить стены и потолки в обжитом помещении, то вам необходимо их подготовить. Для начала следует удалить со стен все то, что осталось от прошлого интерьера. Потом хорошо помыть рабочую поверхность, так как покраска выявит все недостатки, включая и мелкие трещины. Если образовавшаяся поверхность имеет неровности, то следует их устранить. Ведь идеально ровная и гладкая поверхность всегда радует глаз. После обязательно обезжирьте поверхность, чтобы на ней не было жировых и восковых пятен. Шпаклевку на подготовленные стены наносить следует слоем до 5 мм. И если нанести большим, то она может не просохнуть, потрескаться и отслоиться. Приоткрою один секрет. Наносите шпаклевку только в светлое время суток. А лучше дополнительно осветите обрабатываемую стену лампочками. Это даст возможность увидеть все огрехи. Чтобы слой получился ровным, при нанесении шпаклевки на стену средним, а лучше маленьким шпателем, его нужно держать под углом 30 градусов. И никогда, никогда не выливайте остатки шпаклевки в канализацию во избежание засоров. После того, как стены или потолок зашпаклеваны, их необходимо грунтовать. Хорошим помощником вам в этом деле станет интерьерная латексная грунтовка «Хоумпроф». Она подойдет как для сухих, так и для влажных помещений. Грунтовать ей можно не только по оштукатуренным и зашпаклеванным поверхностям, но и по бетону, кирпичу и гипсокартону. Когда грунтовка высохнет, тщательно обработайте шероховатые участки наждачной бумагой. Не забывайте, если используемая шкурка потеряла свою зернистость, возьмите новый кусок. Теперь, когда стены ровные, можно смело браться за покраску. Нашим главным оружием в малярном деле будет кисточка или валик. Сразу предупреждаю, что валик должен быть с длинной ручкой или вот с таким телескопическим стержнем. С его помощью вы забудете про табуретки, стремянки и всевозможные лестницы. Какую краску выбрать? Отдельную для стены потолка или универсальную? В чем отличие? Краска для стены потолков используется в большинстве расставленных сухих помещениях. В то время как универсальную можно использовать как снаружи помещения, так и внутри. Она идет как атмосферостойкая и дольше вам прослужит. Что касается самого процесса нанесения акриловых красок, то он ничем не отличается от стандартных способов. На большие поверхности краску лучше наносить ворсистым валиком, не спеша, полоса за полосой. Для лучшего результата советую наносить краску поступательными движениями. Сверху вниз, затем слева направо и снова сверху вниз. В следующем выпуске программы мы поговорим о панелях для ванных комнат. А на сегодня это все. Делайте ремонт со Стройландией и смотрите нашу программу «Философия ремонта». И помните, ремонт – это не стихийное бедствие, а приятные хлопоты, которые несут обновления в ваш дом и в вашу жизнь. Стройландия – одна из крупных сетевых компаний российского рынка строительных и отделочных материалов и товаров для дома. Ассортимент гипермаркетов превышает 30 тысяч наименований. Обои, сантехника, напольные покрытия, керамическая плитка, строительные смеси, лакокрасочные материалы, товары для ванной комнаты, ручной и электроинструмент и многое другое. В 2013 году Стройландия запустила производство линейки товаров под собственными торговыми марками, в число которых входит лакокрасочная продукция, керамогранит, ламинированный пол, бетоносмесители, радиаторы, душевые кабины и другие товары. А в 2015 году Стройландия запустила собственное производство сухих смесей под марками БАОПРОФ и ХОУМПРОФ. Программа лояльности «Клубная карта» насчитывает более 300 тысяч клиентов. По клубным картам действуют скидки на товары, либо возможно накопить бонусы и рассчитаться ими за покупки. Также все товары покупатели могут выбрать и приобрести в интернет-магазине на сайте компании стройландия.рф. Продолжение следует...